ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПЕРЧИКА БОЛГАРСКОГО И СЛАДИНЬКОГО ЛУКА КЕНДИ Итак, мы помыли наши баклажанчики Потом мы взяли и отрезали зеленую часть хвостик А потом мы берем сковородку, включаем горелку И начинаем печь наши баклажанчики на сковородке Только смотрите, мои маленькие, в сковородку мы никакого масла не наливаем А мы все время стоим над ними и переворачиваем с одной стороны на другую Вот посмотрите, маленькие хозяюшки, как вот поджариваются, подрумяниваются наши синенькие баклажанчики И я постоянно их верчу на сковородочке Если у вас есть сковородка с толстым дном, это очень-очень хорошо Они там будут хорошо пектись и не будут поджариваться Я же сегодня пеку их на сковородке с тонким дном Потому что у меня есть с толстым дном, но она очень большая Для двух баклажанчиков это будет очень большая площадь Дорогие хозяюшки, хочу дать вам совет Когда вы будете для этого салатика выбирать баклажанчики Берите их молоденькими, чтобы там не было старых семечек Тогда они будут быстрее у нас готовиться, пектись и будут очень вкусные Дальше вот у нас помидорчики, лучок и перчик болгарский Все это будет использоваться в сыром виде С помидорчиков мы снимем шкурочку Если снимается шкурочка просто так, значит просто так снимаем Начиная от попки, там где растет помидорчик А если не снимается, тогда окунуть помидорчики на несколько минут в кипяточек И тогда сама шкурочка будет хорошо сниматься Лучок мы снимаем шкурку верхнюю и хорошенечко моем А вот перец болгарский вы будете ложить столько, сколько вам нравится Он же будет твердоватый немного, поэтому мы будем его очень-очень меленько-меленько-меленько резать Также меленько будем резать и лучок И помидорчики тоже будем разбивать, мелко резать, а потом как бы шинковать их Чтобы получилось тут очень мелкие-мелкие кусочки А вообще я вам хочу сказать, мои хозяюшки В этом салатике нет нормы ингредиента вот столько-то и столько-то Если вы любите много лука, значит вы лучка много добавляйте Если любите перчика много болгарского, значит побольше Я, например, перец болгарский не очень люблю жевать, чтобы было много Я беру половиночку, смотря какой перчик Есть перчик очень мягкий, а есть такой жестковатый, такой тугой Поэтому его нужно меньше ложить на салатик А если перчик мягкий-мягкий, можно побольше ложить Так же и лучок, так же и помидорчики Дорогие хозяюшки, мы сейчас с вами возьмем лучок и разрежем его на две части Потом положим на доску каждую часть и разрежем вот так вот продольными-продольными кусочками А затем будем резать мелко-мелко кубиками, меленькими-меленькими Сейчас я вам покажу, какими Дорогие хозяюшки, посмотрите Вот какими тоненькими-тоненькими маленькими кусочками Я нарезала наш репчатый лучок А теперь возьмем половинку нашего болгарского перчика И вот такие продольные тоненькие кусочки мы нарежем Нарезали, а потом перевернем их И будем мелко-мелко-мелкими кубиками Тоненькими-тоненькими, чтобы они лучше жевались Осторожно пальчики Вот у нас и перчик наш нарезанный Сейчас мы его возьмем и всыпем к лучку, который мы тоже порезали в мисочку Итак, смотрим наши баклажанчики Посмотрите, этот уже мягенький Мягонький уже, потому что он, наверное, очень молоденький И в нем меленькие-молоденькие семечки А этот еще, слышите, как стучит? Его еще надо печь и печь Значит, там, наверное, семечки более тугие Более толстенькие, старенькие он уже, наверное Ну, посмотрим, когда он испечется и будем его снимать со сковороды А первый баклажанчик, по-моему, уже скоро выйдет отсюда с этой сковородочки к нам на доску Теперь мы берем помидорчики Снимаем кожицу Потом разрезаем на две части И обязательно-обязательно Внутри все вырезаем, там, где зелень Где попка у помидора И зелень, где растет помидорчик Посмотрите, как у меня чистенько и аккуратненько Теперь мы будем каждую половиночку нарезать тоненькими длинными полосочками Вот какими маленькими кусочками мы нарезали А потом я беру большой ножик, вот такой большущий И беру вот так, сяку, сяку, сяку И хорошенечко посечь, чтобы вот они вообще были меленькими-меленькими И тогда мы все это бросим в нашу же посудину Наши синенькие баклажанчики готовы Они хорошо испеклись Теперь мы с ними разрежем на две части И вытянем сердце, то, что находится внутри Мякоть И будем мякоть рубить большим ножиком Ну вот, мы разрезали поперек На две части каждый баклажанчик Видите, какой еще идет дым Пар идет Они очень горячие Чтобы вы пальчики свои не обожгли Пусть немножечко остынут А потом будем освобождать наши баклажанчики от шкурочки А мякоть-то смотрите, какая нежненькая, беленькая Эти баклажанчики, наверное, очень хороший сорт Наверное, нежный Но сейчас мы будем, когда разделывать Мы все это поймем Вот, мы очистили наши баклажанчики от шкурочки Остались от козлика розки до ножки Вот, видите, она совсем тоненькая осталась Вся-вся мякоть у меня на разделочной доске Сейчас мы эти шкурки выбросим А нашу мякоть будем рубить мелко-мелко в пюре Смотрите, маленькие хозяюшки Как я побила наши синенькие То есть баклажанчики У нас называют синенькими в народе А вообще-то баклажанчики Как я их побила в однородную массу Посмотрите, почти все кусочечки одинаковые Вот так вот И я даю вам такой совет Всегда берите на этот салат Синенькие, молоденькие А чтобы определить, не берите большие Ну, правда, бывают и большие Только я уже определила Когда я выбираю синенькие То есть баклажанчики Они должны быть мягкими А если твердые, значит, там большие косточки Но поскольку мне эти синенькие баклажанчики подарила Дала невестушка моя дорогая То я сделала Вот из чего было Из того и сделала А вы выбирайте, чтобы они были маленькими И мягонькими Теперь я всю эту массу Лучок, перчик, помидорчики И синенькие баклажанчики Мы все это хорошенечко-хорошенько перемешаем И обязательно нужно посолить по вкусу Кто-то любит солененькое Кто-то не очень Но обязательно нужно посолить Да, еще нужно добавить сюда Укропчик, петрушку и зеленый лучок Чем больше зелени, тем вкуснее Даже можно листики сельдерея Будет очень вкусно Только сельдерейчик, он такой туговатый Поэтому его нужно меленько-меленько крошить Вот наш салатик из баклажанов Который называется в сыром виде Печеные баклажанчики И в сыром виде овощи Готов! Теперь нам осталось только Маслечком помастить Наш салатик из баклажанчиков И кушать! Очень вкусный, полезный, супер вкусный Его даже можно намазывать на хлебушек И кушать там супиком Или с борщом Ну короче, будет очень вкусно А еще я советую так Я сначала в кастрюльке Вот я, у меня весь салатик Я его не мощу А ставлю так в холодильничек Накрываю крышкой в холодильник А когда достаю, сколько мне нужно Вот в тарелочку взяла В тарелочку А потом я беру И мощу этим маслечком Поливаю маслом И кушается Все! Приятного аппетита! Салатик очень-очень вкусный! Приятного аппетита!